Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом ролике я хотел бы рассказать о том, как мошенники пытаются выведать конфиденциальные данные, используя для этого мессенджеры. Также мы поговорим о фейковой OLX-доставке и о базовых настройках по защите своих банковских данных. Ну и в качестве бонуса хотел бы рассказать о своем маленьком опыте взаимодействия с киберполицией. И хочется отметить, что это не первый мой ролик в отношении обмананной OLX. У меня есть видео, в котором рассказывается, как недобросовестные работодатели, используя OLX, вводят в заблуждение людей, которые ищут удаленную работу. Кстати, если вы не из Украины, из России или какого-то другого региона, то не спешите переключаться, поскольку на Авито или какой-то другой рекламной площадке тоже могут происходить подобные действия. Итак, перейдем к фишингу. Все началось с того, когда я сделал супруге отдельный OLX-аккаунт. У меня-то он давно существует, но назрело необходимо, чтобы у жены был свой собственный OLX-аккаунт. Она выложила на нем первое объявление, и тут буквально через пару минут ей на Viber начали приходить предложения о покупке от потенциальных покупателей. Честно говоря, при других обстоятельствах я бы обратил на это внимание, поскольку я сам предпочитаю переписываться через службу внутренних сообщений OLX. Но здесь, во-первых, сырочеловеческий фактор. У меня была очень напряженная неделя, я устал, и было много дел нужно выполнить. Ну и к тому же, вот там был такой уникальный хендмейд, это одежда, да, который мог привлечь внимание. Поэтому, честно говоря, как-то это все прошло сквозь мое внимание, и супруга начала общаться с этими людьми. Если вы посмотрите внимательно на аватарки, то можно сделать вывод, что в основном писали молодые женщины, кто-то из них выставил даже семейное фото, где она якобы находится с мужем, с ребенком. По другим фотографиям можно сделать вид, что это педагоги находят, те, кто преподает в школах, или дошкольники, возможно. То есть на первый взгляд, казалось бы, на фото благополучные такие люди, торые, не вызывают подозрений. И в этом как раз второй момент заключается, потому что первый был с LX доставкой, а то, что психологический фактор, вот здесь имеют в виду. Именно специально используются такие аватарки, чтобы, образно говоря, как говорится, втереться в доверие. Я попробовал потом уже поискать через Google картинки этих якобы покупателей, и действительно нашел одну такую женщину, да, перешел на ее Twitter аккаунт. Поэтому очень хороший вопрос для размышления. Если у нас есть аккаунт в социальных сетях, где там Instagram, например, TikTok и так далее, то стоит ли делать его публичным, или может стоит подумать о приватности, поскольку злоумышленники, к сожалению, могут использовать наши фотографии для прикрытия своих каких-то злых дел. Ну и в ходе переписки был еще третий общий момент. Все как один просили о LX доставку. Никто не захотел через наложенный платеж. Хотя и объяснялось, что на аккаунте супруги объяснили, что нету оформленной LX доставки. Давайте мы немножко дешевле спустим цену на товар, а вы по наложенному платежу, там, укрпочтой или новой почтой, купите этот товар. Но все как один отпирались. Нет, у нас только в LX доставка. Причины были разные. У кого-то, мол, есть там бесплатный промокод, и поэтому так лучше, ну и так далее. Когда была попытка связаться по мобильному телефону с этими людьми, то еще один общий момент был, что все были практически вне зоны. Объясняли это по-разному. Кто-то говорил, что находится в селе, там плохая связь в этой деревне. Кто-то объяснял, что на данный момент находится на работе, поэтому не может разговаривать, только может переписываться. Но тоже был такой общий момент. Хотя это не стоит считать за правило, потому что, как мне уже знакомые рассказывали, сталкивались с мошенниками, которые и вели переговоры в режиме разговора по мобильному телефону. Ну и когда все-таки начали, мы говорим, что нет, давайте наложенные платежи, начали уговаривать на LX доставку. Говорить всякие термины, всякие первичные верификации, о каком-то коде защитном. Кто-то вообще говорил интересные фразы. Безопасная сделка по новой почте. Мы все объясним. Это очень просто и так далее. Если подытожить, то подходим к следующему общему моменту. То, что они все говорили, мы ему высылаем деньги наперед, они резервируются на вашей карточке, и потом, когда мы получаем товар, вы их забираете. Типа якобы, как по LX доставке происходит. В конце-то концов, переговорив с одной женщиной, все-таки решили согласиться на эту LX доставку, и она прислала интересный линк, и подписав, что якобы она уже деньги со своей карточки переслала, но нам нужно их зарезервировать, чтобы они зарезервировались на наши карты. Перейдя по этому линку, то оказалось, что очень интересная форма, в которую необходимо ввести платежные данные. Это очень похоже на то, как мы оплачиваем услуги в интернете, например, когда пополняем счет мобильного телефона, типа на сайт pay.kivstar.ua. Там было поле, в которое необходимо было ввести данные карточки, 16-значный код, потом необходимый срок действия карточки, и трехзначный код наоборот. Но в отличие от того же pay.kivstar и других сайтов, там еще было поле, куда необходимо было ввести сумму, которая находится на данный момент на этой карте, что уже заставило насторожиться. Ну и чтобы все выглядело достойно, справа внизу можно было заметить такую иконку чата, чтобы якобы есть вдруг помощь. Также был значок с замочком, с надписью «Ваши данные надежно защищены». То есть, как бы очень хорошо продуманный такой дизайн. В результате из первого раза не получилось. Мошенник прислал сообщение, что как бы сбой транзакции, что-то такое, и задает вопрос, а может у вас на карточке установлен лимит? А лимит установлен был, но об этом мы поговорим немножко позже. И сразу пишет «Попробуйте другую карточку, или, мол, снимите лимит». В итоге получилось перейти с этой формы на другую страницу. Появилась такая страничка, где была фотография этого лота, который выставлен, и поле, в которое необходимо было ввести пин-код. И вот это уже была последняя точка. Потому что, хотя это все проводилось поздно, в 11 часу ночи, я был старший, но это четко понимал, что никому никогда не нужно разрушать пин-код. Я сразу же начал внимательно смотреть на URL-код сайта, и увидел, что там написано какая-то абракадабра. Хотя первые три цифры были OLX, остальное все было непонятные какие-то символы. Я вбил URL этого сайта без кода лота в поиск, как бы не нашел ничего, но в поиске всплыла статья OLX, где предупреждалась о фишинге. Я ее открыл, нашел очень интересную схему, в которой показывалось, как действуют мошенники, которая очень была похожа на мое общение с этим якобы покупателем. Ну и также там приводились сайты, которые как бы маскируются под OLX. И был похожий сайт на этот URL, который я увидел. У меня сразу все стало ясно. Стало ясно, почему общались через мессенджеры, потому что если бы он этот линк скинул через службу внутренних сообщений OLX, то сразу бы OLX как-то предупредил, скорее всего, того продавца или покупателя о том, что здесь есть опасность. Я сделал скриншот схемы, сбросил в Вайбере этому потенциальному якобы продавцу. Он, конечно же, прикинулся не зная, как будто он не понимает, о чем идет речь. Тогда я написал прямым текстом, что его действия заслужит внимание киберполиции, и что OLX-доставка оформляется не через какие-то сторонние сайты, а через сервис OLX, то есть через аккаунт OLX продавца или покупателя. И это стало ключевым моментом. Этот мошенник сразу же начал удалять следы своего преступления. То есть с Вайбера начали пропадать сообщения, которые он писал, а через время тот сайт, через который якобы надо было оформить OLX-доставку, тоже стал недействительным. Он удалил и сайт. Я сразу же перевел деньги на другую карточку, а эту карточку заблокировал. Какой можно сделать вывод? Горький опыт, конечно. Но скажу вам, если у вас очень напряженный какой-то период жизни, и вы уставшие, лучше не проводите никаких финансовых операций. Делайте это, когда вы отдохнули. Если вы что-то не понимаете или сомневаетесь, лучше посоветуйте со знакомыми или родственниками, которые хорошо разбираются в этом и которым вы доверяете. Ну и никогда, ни при каких обстоятельствах не разглашайте свои данные, особенно пин-код и так далее. Если есть сомнительный сайт, забейте в интернет этот URL и проверьте, почитайте о нем отзывы. Ну а если уже такое случилось, что все-таки мошенник смог снять средства, сразу же обратитесь в банк, заблокируйте карточку и обратитесь в полицию или киберполицию. И эти действия нужно изучить заранее, потому что здесь дорого каждая минута. Поэтому вы должны знать, как это делать. Как раз хотел немножко рассказать о бонусе о киберполиции. Я с ней познакомился случайно, когда в школе, где я работаю, на наш email школьный, было прессовано сообщение с вирусами, из-за чего этот email был заблокирован. Ну и в ходе разблокировки и других действий я узнал, что есть такое подразделение полиции, которое называется киберполиция. То есть ее задача работать с преступлением в интернете. То есть всякие хакеры, вирусные атаки, фишинг и другие виды мошенничества. У меня даже была возможность обратиться раз в эту киберполицию, когда нам повторно прислали на школьную почту вирусное письмо. Правда, хочу сказать вам, что если вы живете в небольшой деревне или в поселке родского типа или маленьком городке, то, скорее всего, вам не приедут там из областного управления, потому что ко мне подъехали полицейские с местного отдела и взяли у меня показания. Ну и в отношении того, как защитить свои банковские данные. Помимо неразглашения, понятно говоря, конфиденциальных данных, установите лимит на покупку товара в интернете. Да, есть такой лимит, например, я по... приватбанка это делаю через приват 2.4 и в принципе многие операции можно делать через голосовое меню. Даже если вы не делаете покупок через интернет, все равно установите. Попросите знакомых или родственников, которым вы доверяете. И было бы неплохо установить лимит на снятие наличных средств. У меня стоит там небольшая сумма, я в основном расплачиваюсь SD-карточкой, но если вдруг мне нужно обналичить большую сумму, я просто пользуюсь голосовым меню, звоню на 3700 и повышаю лимит на этот день. Это можно сделать, например, через интернет, через приват 2.4 и подобные рода сервисы. И на следующий день у меня снова тот маленький лимит. Именно благодаря тому, что у меня был маленький вот этот лимит отчасти поспособствовал тому, что деньги у меня не были сняты. Конечно, я потратил время, придется потратить время на на замену карточки, потому что это заблокировано. Но, с другой стороны, был приобретен ценный опыт, которым хотелось поделиться с вами, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова субтитров А.Егорова Поэтому, будьте бдительными. Давайте не будем позволять жадным людям скоростными и плохими умыслами пользоваться нами, потому что деньги сейчас нелегко достаются. У меня на канале есть также и другие ролики на разные интересные темы, потому что у меня политематический канал. Поэтому, большая просьба будет, если видео оказалось для вас полезным, оставьте поддерживающий комментарий, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ну и до новых встреч на YouTube!